Сегодня уже практически не встретишь человека, который считает, что свет прячется в холодильнике, а вода из-под крана льется сама собой и никогда не кончается. Знания большинства людей о том, что такое электричество и водоснабжение, намного полнее. Но для того, чтобы квалифицированно разбираться в устройстве многоквартирного дома, их зачастую не хватает. Именно поэтому 130-часовой курс школы управдомов включает в себя и такие вот обзорные экскурсии, или, точнее сказать, выездные семинары. Знакомство слушателей с Одинцовской электросетью началось, пожалуй, с самого важного – центра обслуживания клиентов. Затем любознательные посетители выслушали короткую, но емкую лекцию о работе предприятия и основах электроснабжения. На все их вопросы подробно ответили, записали жалобы и предложения. Затем экскурсанты побывали в святая святых энергетиков, диспетчерском зале и учебном классе. Полученными сведениями остались довольны. Много узнала хорошего, узнала, что обслуживают электросети, что входит в их обязанности, ну и о своих правах тоже. Кому жаловаться, кому обращаться по той или иной аварии там в какой-то критической ситуации. Впечатления только позитивные. Считаю, что данные проекты, они нужны для жителей города, для председателей Совета домов. Они очень познавательны. То есть здесь представлено много информации, которая будет полезна в управлении домов самим жителям. Если бы я знала раньше те знания у меня были, которые я сейчас узнала, я бы, может быть, по дому решала многие вопросы не так сложно, как приходилось мне решать. Я считаю, что эти курсы очень нужны и учить людей надо. Затем возглавляемые техническим директором Одинцовского водоканала Сергеем Догониным, будущие управдомы побывали на водозаборном узле. Здесь они узнали, откуда город берет воду и от чего зависит ее качество. Почему у кого-то напор в кране хороший, а у кого-то хуже. Город Одинцово очень неравномерен по высотным отметкам. И перепад от верхней точки нашего города до нижней доходит, если я не ошибаюсь, до 30 метров. Можно себе представить. Если дали там 10-этажный дом. Большие знания всегда рождают новые вопросы. Так что, возможно, этот выездной семинар у управдомов будет не последним. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.